Виктор Васильевич, родился неподалеку от города, а там вот где кто, сейчас пионерский орленок, вот это моя родина там. Ну, тут уже больше почти 40 лет я нахожусь в Клинцах. Закончил я школу в Сосновке в 8 классах, а потом пришлось переехать в город, среднюю школу окончал я здесь, в городе. Можно сказать, что всю жизнь свою отработал на заводе Кикмаши Михайленина до его закрытия. Сначала 15 лет, после училища. Так что моя трудовая деятельность связана с бывшим заводом Кикмаш. Там я отдал своих 32 года работы. Были комсомольские дела, профсоюзные дела, партийные. Ну, сейчас я уже нахожусь на пенсию. В 86-м году, когда случилась авария на Ченобургской АЭС, ну, и весь мир, короче, весь Советский Союз, бывшие государства, все союзные республики принимали меры, чтобы ликвидировать эту аварию. В том числе был я призван военкоматом на спецсборы по ликвидации. Проходил я, как можно сказать, по военному термингу воинскую службу, то есть выполнял обязанности по выполнению от военкомата, удовольствия заместителя командира роты по поличасти, и то есть замполит роты, он был офицерское звание. Срочную службу я проходил, служил в Германии. На Одессу пришлось... То, что я в то время работал, я уже работал заместителем начальника цеха, на родине было присвоено воинское звание лейтенанта. И вот я отбыл я почти три месяца на самой станции, непосредственно наша воинская часть сосполагалась, там поселок Арана, где-то километров 17 от самой станции Чернобыльской. И вот мы каждый день выезжали, каждый день выезжали на станцию. Подъем утром полпятого, развод позавтра коленей, надо было к восьми часам, а в полдевятом быть на станции. Почти два часа, почти два часа шла колонна с солдатами. И так каждый день, без выходных. Мы выходных практически не знали, что такое, суббота, вот, кресенье. И вот мы доходились, приезжаешь, уставши, опять немножко отдохнули, опять так каждый день. Единственное, выходных мне попало, что я был как раз на Новый год, вот с 1 января-то нам сделали выходной за весь период. А я отбыл 81 сутки. Из них на станцию уезда у меня было 50, ровно 50. Те дни, которые я не ездил, у нас было, когда я ходил дежурным, наряды ступали, как служба шла, военная. Ну, и однажды был такой, как называется, отстой. Было, ну, мы были, выполняли спецзадания там, в машинном отделении. Ну, там немножко облучились, и нас 5 дней не пускали. Вот это было. Все остальные все не выведут на танцы. Каждый день. Практически мы забывали, первое время, как было, практически забывали, какой день, какое число, вот так вот. Все это было у самотохи, единственное, а выезды, выезжаешь темно, приезжаешь темно. Я был в ноябре месяце, в названии, 11 ноября. И приехал я домой уже 1 февраля. Работа была довольно сложная, потому что я непосредственно принимал участие на самой станции 3-й, 4-й энергоблок. Когда запускали 3-й блок и 4-й блок, это все мои ходки. Из них было 30 ходок, это 4-я блока, и 20 ходок, это 3-й блок. Как вы считаете, что случилось с причиной? В чем причина? Причина, причина уже расписана, сейчас все много. Причина, если так грубо выразиться, типа эксперимента все. На ось, на русском ось было. Все думалось, хотелось больше. Это типа проводился, типа эксперимента, на пределе станции работала. Нет, здесь, по этим, это я не могу дать заключение, отдали заключение специалисты, эксперты, которые проводили аналитики. Были осуждены там люди. А вообще, конечно... Халатность. Халатность, в основном халатность. Что думали же, в садом играть нельзя, это... Как детям говорят, что не играйте спичками. Вот пришли, наложили, у меня как-то был случай, не до сих пор. Пацаняты, малые. Халатность, Николай Павлик, как в сторону наложились от Пискина, на улице. Ну, погоняли, родители, родители поругали. Вот поэтому так и здесь. Но это серьезные дела, потому что это авария не первая была. А там есть атом. Не все человеку подвластно. Поэтому... И большие жертвы, конечно. Тех ребят, которые были и со мной, у первых рядах, именно непосредственно, с постановой станции, они уже и живут. А строган он в Леониде не самим? Был, конечно. Вот строган он, похоронен в Леониде, вот год-год. Он был один из первых. Они были... Тебя было с Клинцова, человек на 30. Был батальон, был на базе Клинцовской воинской части. И до Возыбкова делали. Их было с Клинцов человек около 30. Там много друзей были. Вот и строган он был один, с которым исковаторщиком был. Есть еще и живые ребята, которые... Вот, Леонид Строг. Я прекрасно знал, я на похорнах был. Мы давно так вот общались с ними, с этими ребятами. У них в бригаде был один из первых, которые на реактором родил Виктор Николаевич, врач Азбукин, покойник. Вот, это нам уже года 4, наверное, умер. А вообще в Клинцов умерло около 50 человек. Буквально месяца 3 назад умер один из первых, который был, обсверливали, брали пробу грунта вокруг станции. Марзюк, Володя. Вот их было тоже с Клинцов, 3 человека. Был Марзюк, Балин и Слабкотос, Саша. Вот, Марзюка пришлось похораживать. Вот, а каковы последствия, по Вашему мнению? Ну, последствия, дети, Вы знаете, мы уже родились после аварии. Последствия Вы сами немножко ощущаете. Тех делах, о которых я говорю, о тех умерших, которых нету. О том, что наши последствия, даже нашу Брянскую область, пустые поставлялись, поля вот возьмем. В то время же не было. Это все связано с радиацией, видимо. И люди поотъезжали, поумирали. Много смертность у нас увеличилась. И детская, и взрослая. Вот, поэтому последствия здесь колоссальные. И необратимые. Это пройдет, может, там, столетия, пока эти дела все. Так и город. У нас был город, вот, кто, Саша, помнит, было около 90 тысяч населения. А сейчас у нас 60-е насыгается. А это почти довольно классно. Кто отъехал, кто помирал. Мы сами прекрасно поймем, что надо... Сколько кладбища поднимать? Родился, а один человек умерло, два почти получалось. Такие вещи. Хоть это и говорить об этом, но это тоже складывается с этими. А также последствия со здоровьем. Заболеваемости много. Ну, здесь, конечно, есть политическое, то есть, скажем, страна поменялась совсем другого. Государство, мы сейчас живем. Вы не можете не счищать. А мы прошли, прошли наше поколение, пришло, что мы пожили в Советском, родили в Советском Союзе, пожили в Советском Союзе, работали на предприятиях над них. Сейчас совсем другие наши дети уже работают на дрон-предприятиях. Совсем другие порядки, совсем другие законы. Это вообще благо вам, что вы занимаетесь вот этими делами. А в свое время, когда-то были, мы были детьми, были пионеры, комсомольцы были, и комсомольские отряды было, все было. То время, допустим, я ехал в Чернобыле, я прекрасно осознавал эти вещи. И многие другие. Но я ехал не буду, чтобы добровольцем ехал. Но было добровольцем, много было добровольцев. Нас привлекали в то время через военкомат, что, ну, дорога, выхода нет. Выходят какой? Не надо выносить, чтобы дать жить другим. А много было и добровольцев, довольно, которые ехали на своем энтузиване. Подавчера был на встрече, не на встрече, а в день города был, улучшали нашему парню, одному из первых. Это ребят, чтобы вы знали, из Клинцов служили в Копачах, в Ложестанке, 4 километра там станция. Мне с тобой скачать было. И наших ребят служили в срочную службу. Человек 18 сначала из службы. И вот они одни из первых, которые, когда случилось, авария, 26-го, час-20 ночи. Вот они утром в 10 часов уже приехали, все развалено, стоим, смотрим. Их привлекали уже к этим. Самые первые, которые ребят именно с нашего города побывали, именно самые первые ребята. В этом году исполняется 20 лет организации нашей Союза Чернобыль, 30 октября. Я один из тех, который занимался осаждание этой организации. Правда, сейчас два человека у нас уже умных было, которые уходили в Тернасе, Вишняков, Николай. Но остались первым председателем был я организации этой. Так, а фотографии лично есть в Тернасе, в Тернасе, в Тернеце, в Тернеце, в Тернеце, Много фотографий я пытался делать, но у меня они не получались. Там надо было специально пленские проявители. Они фотографированы обыкновенным фотоаппаратом. Единственное, где-то я подарил фотографии в музей. Последние уже, допустим, это вот сейчас делается, конечно, аппаратура всего. А в то время те ребята, которые, говорят, это летчики, сколько их погибло, бросали прямо пытались съемки делать, ничего не получалось. Все, там были такие уровни радиации, что они абсолютно... А Власенко был этим самым водителем. Вот он на КамАЗе возили этот бетон, он никому жалел машины, чтобы не отдать, чтобы машину... Под весмину работал, не смотрел на свое облучение. А потом все, конечно, это складывалось. Пример такой, что человек относился добросовестно к тем делам. В те времена никто не думал, никаких там... Работали люди все, не глядели, кто на каких должностях. Все это было... Это было в прошлом году, 15 июля, была пресс-конференция, видео-пресс-конференция с президентом Медведевым. Мне удалось поприсутствовать на ней и задать вопросы нашему президенту. В частности, о приобретении для города Клинцы магнитоядерного атомового фара. Я думаю, вопрос довольно тяжелый и идет большим трудом, особенно последнее время. Но здание выстроено и насколько информация такая, что в четвертом квартале этого года дом будет установлен до конца года. Я надеюсь, что это моя инициатива все-таки дойдет до людей, что люди будут поносить пользу, даже не будут ездить в Грянце на обследование. Спасибо.